Здравствуйте, меня зовут Надежда. Сегодня мы будем готовить суп из ведической кулинарии. Называется он Таматар Мунгдал. Для приготовления вегетарианского супа Таматар Мунгдал нам понадобится 1 чашка Маша, это азиатская фасоль Мунгдал. 8 чашек воды, 5-6 томатов, 3 столовые ложки топленого сливочного масла и сразу несколько специй. 3 лавровых листа, 1 чайная ложка семян курмина, 2 чайные ложки свежего натертого имбиря, на кончике чайной ложки асофетиды, а также соль и свежая зелень. Дал переводится как горошек, вообще любой горох это дал. Сегодня мы будем готовить из такого горошка, называется Маш. Начнем приготовление. Начнем с горошка. Мы его предварительно замочили на ночь, то есть с вечера замачиваем его, и к утру он у нас набухает. Теперь мы его должны промыть. Мы его выливаем в буршлаг, горошек, и холодной водой просто промываем. Можно с вечера перед тем, как его замочить, еще перебрать, потому что там бывает мусор, бывают даже камушки. Теперь мы берем кастрюлю. Выкладываем наш зеленый горошек. Маш, его зовут Маш. Заливаем водой. Здесь у меня уже отмерено 2 литра воды. Холодная вода. Ставим на огонь вариться. Варится он у нас 30 минут. Теперь нам нужно туда добавить 3 лавровых листа. Добавляем 3 лавровых листа. И чайную ложку масла гетто, топленое сливочное масло. Оно кладется для того, чтобы горошек при кипении сильно не разваривался. Он как бы оставляет форму такую, ну почти цельную. Вот. Закрываем крышкой, ставим на сильный огонь, и он у нас доводим до кипения его. Когда закипит, огонь убавляем на средний огонь, и он кипит у нас полчаса варится. Теперь, пока горошек у нас варится, мы должны помидоры сбаланшировать. Что это такое? Мы заливаем кипятком, и у нас где-то 3-5 минут стоит. Ну, пока не потрескаются помидорки, надо будет снять с них кожуру. Вот вода у меня уже скипела. Я заливаю их. И оставляем. 5 минут прошли, помидорки у нас потрескались. Мы сливаем воду, и теперь снимаем с них кожицу. Очень легко снимается. Теперь мы наши помидорки должны нарезать. Уберем помидорку, режем ее, убираем плодоножку, и нарезаем ее достаточно крупно. Вот так вот долечками, и можно напополам. Вот наш горошек уже почти сварился. Вот можно посмотреть. Теперь мы сейчас обжарим помидорки со специями отдельно на сковородке, и потом это все выкладываем в кастрюлю горошек. И будет все вместе еще какое-то время томиться. Теперь мы ставим сковородку, прокалиться немножко, и будем обжаривать помидорки. Масло мы кладем немножко, тоже где-то чайную ложку. Немножко ждем, чтобы масло нагрелось. Это важно, потому что черную горчицу мы сейчас будем обжаривать, когда она накаляется, она стреляет. Поэтому нужно крышечкой закрыть. Теперь мы кладем кумин. Вот от горчицы у нас пошел такой запах, ореховый. Кумин тоже обжариваем секунд 5-6. Он немножечко темнеет у нас. И теперь кладем молотые специи. Здесь у нас асофетида, куркума и черный перец. Буквально вот чуть-чуть. И кладем наши нарезанные помидорки. Это все делается на сильном огне достаточно. И быстренько вот так все перемешиваем со специями. Закрываем немножко крышкой. И у нас обжаривается минуты 2-3. Долго не надо. Сюда же мы кладем имбирь. Вот у нас имбирь, почищенный, натертый на терке, на мелкой терочке. Вот у нас горошек уже поварился, полчаса прошло. И мы туда добавляем соль. Соль и наши помидорки. Суп получается достаточно густой. И еще минут 10. Он должен покипеть, повариться. Суп почти готов. Последний этап. Мы кладем туда листочки кинзы. И размешиваем. И выключаем. Закрываем крышкой. И даем немножко еще настояться. И все, суп наш готов. Можно кушать. Приятного аппетита. Надежда, сегодня вы протестировали кастрюлю. Рассказывайте, какой получился суп. Пахнет он очень вкусно. И как вообще вам эта посуда? Ну, с этой посудой я уже знакома. У меня дома есть и сковородка, и противень. Вот сегодня мы использовали кастрюлю. Мне очень все понравилось. Готовится очень быстро, хорошо, замечательная вообще кастрюля. Мне очень все понравилось. Прекрасно, что у вас уже есть определенный набор, потому что вот эта кастрюля, к вам набор в вашу кухню добавится. Это наш подарок. Спасибо. От нашего спонсора. Да, я думаю, что с такими рецептами вы будете радовать своих домашних. Спасибо огромное. Спасибо. Сегодня посуду под маркой Кукмара знают и ценят во многих городах России. В ассортименте и просто литая посуда, и посуда с антипригарным, керамическим или декоративным покрытием. С посудой Кукмара ваши блюда будут вкусными и полезными, а сама посуда станет украшением на вашей кухне.